На ваших экранах ежедневная информационная программа День города в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! В ближайшие 15 минут вы услышите главные новости этой среды. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Большой теннис. Рязанские спортсмены стали призерами всероссийской спартакиады. У природы нет плохой погоды. Каким образом капризы стихии влияют на жизнь горожан и сельских жителей, на сбор урожая и капитальный ремонт? Погода этим летом переменчива и непредсказуема. Тяжело переносимое пекло сменяют проливные дожди со всеми вытекающими последствиями. В период сбора урожая резкая перемена погоды может негативно сказаться на самом процессе уборочной. На заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев обратил внимание на неустойчивую погоду, которая установилась на территории региона. В связи с этим, по словам губернатора, в области необходимо скорректировать работу. В первую очередь, аграрной отрасли. Нам необходимо приспособиться к работе в этих условиях, тем более, что и аграрии уже приступили к уборочной кампании. И на корню урожай очень даже неплохой. Он не ниже, по крайней мере, я так мягко скажу, не ниже прошлого года. А при хорошей организованной работе, если мы его достойно уберем и нам погода позволит это сделать, то, может быть, даже и выше будет. Также Олег Ковалев отметил, что сейчас необходимо быстро реагировать на ситуацию с катаклизмами и оперативно устранять такие последствия ураганного ветра, как, например, отключение электроэнергии и уборка поваленных ветвей деревьев. Необходимо посмотреть, и, в общем-то, я обращаюсь и к гражданам, потому что в течение нескольких дней мы ожидаем как раз вот такие вот катаклизмы погодные, когда может приходить быстрый такой ураганный ветер, а значит, это и поломанные деревья, и вывораченные с корнем и так далее. Очень внимательно смотреть, где мы ставим транспорт, нет ли там угроз для транспорта. Сейчас в городе налажено оповещение граждан об изменениях погодных условий, так что в этот период рязанцам необходимо обратить внимание на собственную безопасность. Часто из-за протечек крыши происходит залитие квартир. В большинстве случаев это касается именно жителей верхних этажей. Крыша многоквартирных домов относится к общедомовому имуществу, а значит, именно управляющая компания несет ответственность за последствия протечек. Как правило, требования потребителей игнорируются. Им предлагается всем домам собрать денежные средства на капремонт, чтобы отремонтировать крышу, либо поставить ведра и тазики на чердаке. Такие предложения и действия управляющей компании незаконны и противоречат действующему законодательству. Если залитие все же произошло, то потребитель имеет право не только на ремонт крыши, но и на возмещение убытков. К таким убыткам можно отнести, к примеру, повреждение внутренней отделки квартиры. Также, если в досудебном порядке было предъявлено требование потребителя о возмещении данных убытков, и оно было проигнорировано, то потребитель уже имеет в суде рассчитывать на 50% штраф за отказ удовлетворить его требования в досудебном порядке. Также потребитель имеет право рассчитывать на компенсацию морального вреда. И компенсацию морального вреда может рассчитывать каждый член семьи, который проживает в этой квартире. Принят федеральный закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей. По мнению законодателей, документ должен поспособствовать повышению открытости судопроизводства и укреплению демократических основ уголовного права. Участие присяжных заседателей в судах районного звена будет способствовать укреплению статуса таких судов, как основного звена российской судебной системы. Именно районные суды наиболее приближены к обществу, к людям. И таким образом законодатели планируют создать необходимые условия для широкого привлечения граждан к вершению правосудия. К подсудности суда районного уровня с участием присяжных заседателей отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных в части 2 статьи 105, статьями 277, 295, 317, 357 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это квалифицированные виды умышленного убийства, посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля, на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, на сотрудника правоохранительного органа геноцид, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненные лишения свободы или смертной казни. По данным судебной статистики, ежегодно в районных судах по уголовным делам постановлены приговоры в отношении 15 тысяч лиц. Первое уголовное дело в областном суде с участием присяжных рассмотрели в 1994 году. С тех пор рассмотрено более 164 дел. Отметим, с тех пор наблюдается тенденция к сокращению таких судебных разбирательств. По информации Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, на базе Академии тенниса имени Озерова состоялись финальные соревнования по теннису, второй – Всероссийской спартакиады спортивных школ 2016 года. В соревнованиях приняли участие 26 юношеских команд из 15 регионов России, в том числе из Рязанской, Волгоградской, Московской, Ростовской, Самарской и других областей, из Москвы, Краснодарского края, Республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Северная Осетия, Алания. В числе призеров оказались и рязанские спортсмены, с которыми встретилась наша съемочная группа. Сейчас корты на территории Академии тенниса имени Озерова уже пустые, но еще совсем недавно здесь разворачивалась упорная борьба, в которой Рязанскому региону удалось проявить себя. От области выступили две команды по три человека в каждой – девушки и юноши. Парням повезло больше, им удалось занять третье место. Борьба начиналась в трех разных подгруппах, по четыре команды в каждой из них. Чтобы пройти дальше, нужно было сыграть как минимум два матча в подгруппах. Вышли мы из подгруппы, попали на Екатеринбург, там тоже без усилий выиграли. И потом уже попали на Московскую область, было сложно и не смогли справиться, проиграли. И за третье место боролись с Тольятти. Первый номер я с ним уже часто играл, уже знаю, как с ним играть и смог выиграть у него. И второй номер тоже у нас мальчик, они очень часто встречались друг с другом, у них борьба была. То он, то один, то другой. И в этот раз все-таки наш выиграл в двух сетах. И получилось занято третье место. Если бы ребята проиграли во второй игре, им бы пришлось бороться за победу в решающей парной встрече, как это произошло у девушек, представлявших Рязанскую область. Мы вышли, когда из подгруппы попали на Татарстан. Я одиночку выиграла, у Наташи чуть-чуть не сложилось, ну, чуть-чуть вот не хватило буквально. Мы играли решающую пару, первый сет уверенно выиграли, второй, ну, сами там наошибались. Вышли на решающий тайбрейк, повели, и в ответственные моменты какие-то важные мячи сами наошибались, где-то не рискнули, где-то наоборот. Каждый соперник, он по-своему сложный, играть с ним сложно. Но нам было сложно играть только, наверное, в эмоциональном плане. То есть, как сказала Полина, где-то подрасслабились, где-то не дожали. То есть, могли, могли выиграть. Этого же мнения придерживаются тренеры и руководители Академии Тенниса. Рязанские спортсмены действительно могут двигаться дальше. Уровень их подготовки очень хорош. По сути, те же рязанские юноши не прошли дальше полуфинала, поскольку попали на игроков Московской области. От нее выступали, скорее, не первые ракетки, приехавшие из Москвы, а по факту первые номера сборной России. Так что, эта спартакиада собрала на кортах Академии лучших спортсменов страны. В Рязанском регионе она проходит впервые. И организована она была весьма достойна, даже в плане размещения всех приезжих спортсменов. Мы обеспечили проживание и питание, то есть, в гостинице и трехразовое питание у них было. То есть, тренировочный корт, все для участников было предоставлено. Перевозка от гостиницы до кортов, питание, тренировочное время, все бесплатно. В самой Академии 96 спортсменов разместить не представлялось возможным, поскольку здесь и так на постоянной основе живут и тренируются 30 человек. Многие из них приехали сюда из других областей. Они живут и тренируются в Академии тенниса бесплатно. Все это выполняется в рамках государственного задания. Академия нацелена на то, чтобы обеспечить сборную России хорошими спортсменами. Помимо этого, здесь на постоянной основе тренируются более 100 рязанцев. У многих спортсменов есть уже хорошие результаты на мировых взрослых турнирах. Есть и первые места. А на этих кортах состоится еще множество всевозможных соревнований, на которых, надеемся, вновь наши спортсмены будут награждены призами. Мы будем следить за развитием событий. Электронные табло на остановках общественного транспорта быстро и прочно вошли в городскую жизнь. И теперь в час пик рязанцы с надеждой смотрят не на горизонт, ожидая нужный троллейбус или автобус, а на табличку, которая считает минуты до прибытия транспорта. 116 рязанских остановок оборудованы подобными табло. Насколько точно они работают и приходит ли транспорт к остановкам в положенное время, выясняла наша съемочная группа. Ждать или не ждать. Больше шести лет в Рязани работает информационная система, которая позволяет пассажирам узнавать, когда на остановку прибудет троллейбус, автобус или маршрутное такси. Корректное работающее табло сегодня – это значительная помощь. Пассажир может планировать свое время или выбрать альтернативный маршрут. В основном, наверное, те, на которых стоят эти навигаторы, совпадают. Бывает, когда приходят, когда табло нет, а транспорт приходит. Даже наоборот, допустим, 2-3 минуты смотришь, а уже транспорт подошел. Оно не всегда верно подсказывает. На некоторых маршрутках нет слежения устройства, поэтому они иногда приезжают впервые. И вот моя 41-я. Я автобус ждал. Какой номер? 17-й. Вы проводитесь электронным табло, смотрите, когда приедет? Да. Это 17-й. А, вот. Сервис анализирует скорость потока, дорожные заторы, остановки на светофорах и выдает точный до минуты прогноз. Мы решили провести эксперимент и засекли время, за которое приедет, например, 10-й троллейбус на остановку площадь Ленина. На табло указано менее 3-х минут и действительно долго ждать не пришлось. Троллейбус пришел вовремя. А что касается мнения пассажиров, то некоторые уже привыкли доверять ресурсу больше, чем своим глазам. Появление такого табло теперь рязанцы ждут и на других популярных остановках города. Я бы даже хотела, чтобы на всех маршрутках стояли такие вот навигаторы. На Политаево у нас там все-таки такой оживленный пункт пересадок всевозможных. Там вот нет. А так вот здесь вот у радиоинститута, у дружбы. Это вот очень нравится. На сегодняшний день экранами оборудовано 116 остановок из 426. 16 июля в районном поселке Гусь-Железный Касимовского района состоялось массовое гуляние «Гусевские забавы». На протяжении всего праздника работал «Гусиный базар» – выставка продажи сувенирной и гастрономической продукции. Дети могли принять участие в работе анимационной площади «Жили у бабуси», подготовленной сотрудниками районного центра дополнительного образования. Главное действие мероприятия развернулось на сцене, где была организована театрализованная концертная программа «Барские забавы» с участием творческих коллективов Касимовского района. Кульминацией стали гусиные забеги. Соревнование участников с гусями вызвало большой интерес у всех гостей праздника. Всего на соревнования заявилось 10 конкурсантов из Касимова, Гуся-Железного, Ахматова, Озерного и Сантула. В результате парных забегов определились полуфиналисты, а затем финалисты. Победителем первых гусиных забегов стал Казневский Евгений со своим гусем Жориком. Завершилось мероприятие праздничным салютом и дискотекой. Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахматиста. Этот праздник проводится по решению Всемирной шахматной федерации. По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 105 странах мира. В России почти в каждом городе есть шахматный клуб, иногда несколько, в котором собираются почитатели этого интеллектуального вида спорта. Знаете ли вы, откуда к нам пришли столь любимые многими шахматы? Прототипом шахмат была индийская игра чатуранга, а уже в 9 столетии нашей эры шахматы появились и на Руси. Популярность игры настолько высока, что в 1924 году основали специальную организацию. В середине 20 века было решено учредить Международный день шахмат, празднование которого приходится на 20 июля. Шахматы пришли к нам из глубины веков и на сегодняшний день стали одним из самых популярных видов спорта и замечательным способом провести досуг для многих ценителей этой интеллектуальной игры. Хотя подобный почет шахматам достался совсем недавно. Это сейчас считается, что шахматы и память развивают, и логическое мышление, и вообще полезны для развития интеллекта. А в старые добрые времена церковь объявила игру изобретением дьявола и приравнивала к азартным играм и пьянству. Интересно, что русские люди, видимо, великие стратегии и мыслители. Целых 52 года с 48-го по 2000-й чемпионами в шахматах были исключительно советские шахматисты, за исключением периода с 72-го по 75-й годы, когда титул чемпиона принадлежал американцу Бобби Фишеру. Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме. Не надо! Надо! Чтобы играть в шахматы, не нужно иметь отличную физическую форму. Разобраться в правилах может даже ребенок. Но польза от занятий колоссальная. Развивается интеллект, логическое и стратегическое мышление, способность анализировать, терпение, уравновешенность, воля к победе. Сегодня шахматные секции и клубы проводят массовые состязания профессиональных и опытных шахматистов и просто любителей. Когда наградой за победу становится признательность заинтересованных зрителей и возможность попробовать раскрыть свои интеллектуальные ресурсы и моральную выдержку в игре с новым соперником. Это все на сегодня. Наш выпуск подходит к концу. Смотрите больше новостей, а также авторские программы и интервью с интересными людьми на сайте город62.tv. Вступайте в сообщество телекомпания «Город» ВКонтакте. Я желаю хорошего вечера и прощаюсь до следующих выпусков. Оставайтесь с нами. Аминь. 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 Продолжение следует...